Здравствуйте! На канале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас духовно-нравственный вопрос, как следует реагировать на клевету. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди достаточно четко и однозначно обозначил нам, как нам следует относиться ко всем людям, которые так или иначе относятся к нам плохо, несправедливо, обижают нас каким-то образом. Вот прямо я прочитаю его слова из 5 главы 44 стиха. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Безусловно, клеветники находятся в этом же ряду и очень важно помнить, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с подобным к нам отношением, Господь дает нам удивительный шанс победить нашу гордыню и проверить собственное смирение. Потому что, как утверждают святые, единственный способ борьбы с гордыней и тщеславием – это как раз терпеть клевету, поношение и обиды, и в той или иной степени несправедливое отношение. Потому что тщеславие – это та самая страсть, которая питается похвалами, которая питается мнением окружающих людей. И клевета является тем, что, собственно, это мнение оборачивает из положительного в отрицательное. Целью клеветы является изменение мнения людей о вас. Люди разочаровываются у вас, говорят, «А, мы думали ты вот такое, на самом деле вот теперь что мы про тебя знаем». То есть клевета разрушает позитивное мнение людей о вас. Это позволяет нам, во-первых, оценить меру нашего смирения, и во-вторых, все-таки это смирение возгреть, все-таки в этом смирении хотя бы немножко возрасти. Потому что сколько бы мы ни укоряли сами себя, сколько бы мы ни сами считали себя грешным, победить гордыню самоукорением и какими-то другими самостоятельными способами совершенно невозможно. Это согласное свидетельство святых отцов, что только терпя у коризны несправедливое отношение и клевету, человек может победить гордыню и тщеславие. И потому, кроме того, что сказал Господь, я повторю его слова, «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Можно добавить, что «Благодарите Господа, давшего вам такую возможность утвердиться в смирении и приблизиться к Нему». Ну а если перейти к практическому совету, как вести себя в ситуации, когда вас оклеветали, когда ваше доброе имя оказалось в топтном грязь, я бы посоветовал не стремиться обязательно оправдать себя, обелить, опровергнуть эту клевету. Заявить о своей невиновности безусловно следует, но в дальнейшем, чем больше вы будете оправдываться, так устроено современное общество, тем более виноватым вас будут считать. Современный троллинг или хейтерство, есть такие слова как раз и основаны на том, чтобы вызвать вас на обсуждение этой самой клеветы. Чем больше времени вы будете уделять опровержению клеветы, чем больше комментариев будет под той или иной записью, тем более она. Это даже современные алгоритмы социальных сетей устроены так, что чем больше комментариев, тем больше эта запись поднимается в топ. То же самое происходит и не в социальных сетях, а просто в жизни. Чем больше обсуждается это, чем больше вы будете оправдываться, тем более виноватыми будут считать вас люди. Поэтому коротко заявите о невиновности, а дальше заниматься своим делом, предоставив место Богу, защитить вас, если это необходимо. Или наоборот, оставить вас в этом состоянии, если он также считает это полезным для вас и, возможно, даже для того дела, представителем которого вы являетесь. Потому что часто такая ревность о защите чести и достоинства возникает, когда ваш пафос в том, что не просто вас оклеветали, а оклеветали там ваше дело. Это, возможно, целая группа людей. Хотя, если это серьезная клевета, никто не запрещает в практическом смысле обратиться в суд с требованием защиты чести и достоинства. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...